Вор Шалик от Белиски. Нижний Новгород всегда считался вотчиной славянских воров. В свое время крепкие позиции здесь были у Владимира Вагина, Вагон, и уроженца Нижнего Новгорода Владислава Леонтьева, Вавик Белый. Но несмотря на их влияние, кавказцы также считали, что имеют право на получение прибыли из криминального Нижнего Новгорода. Поэтому время от времени засылали в город своих представителей. В начале 90-х годов таким человеком стал вор в законе Шалва Авдаиян по прозвищу Шалик от Белиски. Шалик от Белиски Авдаиян Шалварь Вазович родился 26 августа 1965 года в Тбилиссе. Здесь и началась его тюремная история. Угодив первый раз за решетку в 1984 году на один год, он возвратился в Тбилисскую тюрьму в 1986 году уже на 7,5 лет. Здесь он и был коронован в законные воры Камо Сафари Нон, Камо Горьковский. После освобождения кавказские воры направили Шалика от Белискова в Нижний Новгород, где он должен был взять контроль над кавказской диаспорой. Стоит отметить, что с этим делом вор в законе справился отменно. При нем не было крупных стычек среди кавказцев. Шалика разруливал любые внутренние конфликты. Правоохранительные органы до поры не трогали заезжего вора, пока в 1994 году не задержали, найдя у него героин. В итоге Шалика был отправлен под суд, приговоривший законника к трем годам колонии. Свой срок Шалика отбывал в тюрьме Димитровграда. Освободившись, вернулся в Нижний Новгород, где в 1998 году принял участие в коронации местных авторитетов Андрея Гамлевского, Гамлет Нижегородский, и Сергея Рожжевина, Сека, таким образом укрепляя свое влияние в местных преступных кругах. Между тем, влиятельные московские воры стали недовольны деятельностью Шалика. По их данным, он давно уже принимал наркотики, и оставлять такого человека следить за воровским общаком Нижнего Новгорода было опасно. Поэтому Захарий Калашов, шакро-молодой, посетовал кому-горьковскому на его крестника. В итоге те, кто принимал участие в коронации Шалика, его и раскороновали в 1999 году. Несмотря на потерю воровского титула, Шалика продолжил управлять своей группировкой. Занимались различными преступлениями, но основный акцент делался лидером на квартирных кражах, которые совершались в Москве и области. На этом он сам и попался 17 апреля 2007 года в мытищах. Суд приговорил Авдаяна к двум годам и десяти месяцам заключения. В итоге, пока Шалика находился в местах не столь отдаленных, против него было возбуждено еще дело о краже. Вновь состоявшийся суд присудил бывшему законнику уже три с половиной года тюрьмы. Последнее злоключение Шалика после выхода на свободу. Шалика ничего не оставалось, как вернуться к совершению преступлений. Долгое время на него не обращали внимания ни бывшие коллеги по цеху, ни оперативники. Лишь 12 октября 2016 года Шалика Тбилисский был задержан в Москве с героином, и доставлен в СИЗа четырех медведь. Оттуда он убыл во Владимир для отбытия шесть месячного заключения. В день окончания срока, 12 апреля 2017 года, Шалика объявили о том, что он нарушил правила въезда и режим пребывания, проживания, в Российской Федерации, так как вор не имел российского гражданства. Его доставили в спецприемник для временного содержания иностранных граждан города Владимира. А уже 9 августа 2017 года Шалика Тбилисскому предъявили новое обвинение в краже, после чего осудили на два года и один месяц, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Этапом преступника доставили в одну из колоний Челябинской области. Освободился Авдаиян 7 марта 2019 года и вернулся в Москву. Но долго находится на свободе ему не дали. 5 июня 2019 года сотрудники полиции задержали Шалика за нелегальное пребывание на территории РФ. Его поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарова в Троицком административном округе Москвы. В настоящее время бывший вор в законе ожидает своей участи быть депортированным в Грузию. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.